Здравствуйте, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона. Сегодня снова затрону тему обманутых дольщиков на территории Ульяновской области. На днях некоторые из них решились на сомнительные меры и вышли на главную площадь города с палатками. Так, соседи, мы поместились в палатках напротив дома правительства. Вот. И отдыхаем, да? Отдыхать. И отдыхаем. Правда? Да, спасибо. Участники долевого строительства, да? Да. Возможно, эти люди были не осведомлены о том, что обманутым дольщикам помогут, выделив более 90 миллионов рублей на достраивание жилья уже в этом году. Но, вероятнее всего, участники несанкционированной акции стали жертвами манипуляций. Возможно, попали под влияние неких политических сил. Как бы то ни было, данный поступок локально лишь накалил ситуацию. Приехала полиция и действовала в рамках закона. Надо сказать, что с палатками на площадь пришли в основном женщины. Очень интересно, кто и почему решил отправить жен, матерей и дочерей на площадь? Неужели сами пошли? Лично я в это не верю. Меня удивил знакомый почерк. Есть у некоторых привычка пошуметь, покричать, привлечь к себе внимание СМИ, желательно федеральных. Подставить слабый пол под информационный и административный удар ничего не напоминает? А что в итоге? Согласиться с тем, что решать вопросы нужно спокойно и цивилизованно. Слышать то, что уже давно и много раз сказано официальными источниками. Жить в конструктивном диалоге. Правда в том, что в Ульяновской области помогают обманутым дольщикам. Благодаря главе региона Сергею Морозову в этом направлении принимаются очень серьезные меры. В среду на заседании областного законодательного собрания рассмотрен вопрос о дополнительном выделении 93 миллионов рублей для решения проблем участников долевого строительства. Также по поручению губернатора Сергея Морозова создана рабочая группа, которая вплотную занимается решением вопросов обманутых дольщиков. Встречи с участниками долевого строительства планируется проводить ежемесячно. Ближайшая состоится 21 августа в Заволжском районе. Как отмечает Дмитрий Плохих, директор Ульяновского областного фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства, рабочая группа позволит более оперативно решать социальные вопросы дольщиков. Члены рабочей группы подчеркнули, что постараются оказать необходимую помощь обманутым дольщикам, учитывая, что они оказались в очень сложной жизненной ситуации. Основное внимание уделяется социальным вопросам, поддержке семей дольщиков, помощи в устройстве детей в школы и детские сады. Рабочая группа функционирует в тесном взаимодействии со всеми структурными подразделениями городской и областной администрации. Несмотря на сложности с бюджетом и сбором налогов, вызванные пандемией, область продолжит помогать и решать проблемы обманутых дольщиков, в том числе в плане соцподдержки. Для граждан, пострадавших от действий застройщиков, в администрации города Ульяновска организован телефон горячей линии 41-19-45-310-2-52. Свои вопросы можно оставить с понедельника по субботу включительно с 8 до 18.00. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации.